Нынешняя весна Казахстан дала казахстанским аграриям надежду на неплохой урожай. Согласно прогнозу Минсельхоза, валовый сбор зерна может достичь 13,5 миллионов тонн. И даже если погода подведет внутреннюю потребность, 8 миллионов тонн пшеницы Казахстан закроет без проблем. Глава правительства заверил, что видимых поводов для беспокойства нет. Несмотря на засушливый прошлый год, удалось обеспечить зерном внутренние потребности. Мы выполнили экспортные обязательства и сформировали соответствующие запасы. До сбора урожая в стране имеются достаточные запасы урожая зерна. При этом премьер-министр не отрицает, что аграрии столкнулись со скачком цен на семена, агрохимию, запчасти и оборудование. Для поддержки фермеров принято решение довести общую сумму кредитования сектора АПК до 140 миллионов тенге. В два раза до 80 миллиардов тенге увеличат финансирование на форварный закуп сельхозпродукции. Минсельхоз же говорит, что несмотря на хороший прогноз по зерну, стоить оно будет дорого. Цена будет, конечно же, выше, чем в прошлом году. Это будет зависеть от множества факторов. Для нас, как сельхозтоваропроизводители и экспортеров зерна, конечно же, мы хотим, чтобы она чуть подросла, чтобы наши сельхозники заработали. Год был сложный, расходы все наших сельхозтоваропроизводителей выросли, поэтому по всем прогнозам цена будет высокая. Чтобы не наступать на те же грабли, что и в прошлом году, в стране создается фуражный фонд, куда будет закуплено 200 тысяч тонн фуража. Плюс по всей стране почти на 450 тысяч гектаров увеличили площади сева кормовых культур. Глава Минсельхоза пообещал журналисту Атомикин бизнес, что готов лично реагировать на любые обращения казахстанских фермеров. Я пообещал фермерам, что открою фейсбук, страницу, потому что они попросили, что это будет более эффективно, можно будет оперативно. Поэтому со вчерашнего дня я присутствую в сети. Вы будете лично отвечать им? Ну да, я в принципе сам лично отвечаю. Чтобы не допустить дефицита сельхозпродукции на прилавках, Минсельхоз увеличил площади выращиваемого картофеля и подсолнечника. Только вот жестко держать в узде цены в ведомстве не обещают и говорят, что многое зависит от ситуации на иностранных рынках. Если стоимость какой-то сельхозпродукции в мире взлетит, то чиновники намерены вводить квоту на вывоз ее за рубеж. Продолжение следует...